схема открывания это на двухрельсовой системе где 60 глубина 60 миллиметров могут быть две створки это значит в закрытом положении это в открытом створка заезжать за другую створку коэффициент открывания 50 процентов трехстворчатая развяжная конструкция значит заезжает центральная створка за эту ну и может вот эта створка также двигаться в любом случае коэффициент открывания самый маленький 33 процента потому что на 1 вот если видно то на одной раме стоят две створки на второй раме стоит на рельсе на на рельсе две створки стоит на второй рельсе на створка и как вот здесь вот они запираются друг другом здесь поэтому на вот этой створки стоит адаптер такой сзади для того чтобы они друг дружку запирались может это проходили так чья фурнитура для провидала фурнитура для провидала в основном то есть как вот значит объясню основной принцип значит есть производители алюминиевого профиля seal алютех там тот проф реналит реалит в общем их очень много разных агрессор газом и так далее у каждого из них есть система на базе провидала у села это вот слайдинг 60 слайдинг 90 seal кп-40 это все на база привыдала системы которые там где-то доработаны где-то добавили профилей каких-то где-то штабика где-то усилители какие-то добавили но основу составляют профили и системы провидал испанской они все одинаковые всех производителей поэтому они взаимозаменяемые можно взять раму там топров соединить его с рамой краус какой-нибудь или лютех они совпадут вот если мы берем профиль у какого-то системо отдателя то есть там села или ольтеха то соответственно как бы фурнитура там идет их производство но как бы они или кто-то сами делают кто-то просто они размещают на каких-то заводах и для них делают или они где-то ее покупают у каких-то заводов изготовителей этой фурнитуры для провидал вот но это один вариант где у системодателя именно системы провидал но сейчас провидал настолько распространена на рынке что в основном эту систему покупают не у системодателей а у торговых компаний вот у нас например есть поставщики профиля провидал и это не лютех и не съел это просто поставщики профиля провидал в принципе у всех так и эти поставщики они покупают профиль больших объемах на заводах алюминиевых которые просто приз завода по прессованию алюминия они заказывают там пресс-матрицы так называемый заказывает этот профиль и потом его продают и вот эту всю фурнитуру они везут из турции или из китая по-разному турецкая фурнитура чуть лучше но в основном на рынке китайская поэтому на вопрос отвечают вся фурнитура это китай в основном процентов 90 наверное это китай вот эти все ролики вот эти все ручки там альфы в основном это все китайское но сейчас хотим ручку я уже говорил российского производства использовать принципе эта компания которая челябинске находится завод они делают фурнитуру для провидал они делают ручки они делают ролики и вот мы сейчас ними сотрудничаем именно по ручкам и по роликам они утверждают что у них ручки лучшего качества и ролики тоже лучшего качества чем в китае они там проводили какие-то испытания в общем сейчас это все я думаю мы внедрим будем у них брать по поводу уплотнители уплотнители все делаются здесь в россии на заводах по производству уплотнителей в итоге вот эти торговые компании они где-то возьмут фурнитуру привезут там из китая уплотнитель у кого-то закажут профиль закажут на заводе и потом это все продают в общем это так происходит по провидалу если брать какие-то системы более эксклюзивные там алютех c48 в 62 там фасадная 50 то там все берется алютеха профиль уплотнители там фурнитуру можно взять алютеха можно взять не алютех потому что фурнитуру но фурнитура это отдельная тема там есть савио фапин это она итальянская там не итальянская там рота то есть это отдельно берется принципе двух словах рассказал пошли дальше не будем задерживаться значит трех рельсовая система здесь мы видим что на трех рельсовой системе реализуется максимальный коэффициент открывания если это три створки то 66 процентов потому что каждая створка находится на отдельной рельсе и две створки заезжают за третью у нас получается 66 процентов открывания зависит в отличие от вернусь назад вот трех створчатой на двух рельсовой раме здесь 33 процента открывания потому что не могут створки друг за друга все зайти так вопрос спрашивает виндро и к 640 как прав ну я скажу там она просто так называется и к 640 так прав потому что тот проф а тот же провидал то есть это не значит что профиль будет именно обязательно топров может быть и краус и какой угодно но потому что блин там так все сложно на этом алюминиевом рынке по провидалу не заморачивайтесь просто можно рассматривать так что провидал это провидал не важно чего он производства там тот профовский он алютеховский или сиаловский или краусовский или еще какой-то это провидал он одинаковый везде это просто провидал а если мы уже рассматриваем системы которые более совершенствованные дальше мы сейчас вот коснемся сиал кп-40 там то они уже как бы отличаются между собой у тот проф а системы которые на базе провидала там с усиленными всякими профилями они одни укрался другие валютех а третье у сиала четвертые но базовые профили они все одинаковые поэтому вот что касаемо стандартного провидала не важно что у нас там написано в программе это так проф или не так проф это провидал обычный провидал значит что еще на трехвельсовой можно сделать на трехвельсовой можно сделать 6 створок 3 в одну сторону 3 другую тоже большой концент открывания поехали вертикальные горизонтальные разрезы конструкции это двухрельсовая створка двухрельсовая конструкция с двумя створками значит на вертикальном сечении мы видим что одна створка находится на одной рельсе другая на другой рельсе вот нижняя рама верхняя рама все в принципе как мы проходили стекло по периметру профиль все катается если смотрим горизонтальный разрез то здесь боковые профили вот створка запирается об раму вот эта створка боковая о которой я говорил вот и створка центральная то есть профиль створки центральная профиль створки боковой боковой профиль примыкает к раме центральный профиль они вот запираются здесь между собой цепляются две створочки не может быть вот часто очень вендро бывают строят на одной раме на одной направляющей две створки такого не может быть эта ошибка потом придется переделывать так это трех рельсовая рама значит здесь одна створка на одной рельсе запирается боковую раму вторая створка находится на другой рельсе она соединяется с этой створкой да вот центральный профиль дальше 3 створка вот это она находится на одной и той же рельсе со второй створкой она запирается об раму а вот эта центральная створка запирается вот эту третью с помощью адаптера то есть они вот друг друга запираются вот это трех рельсовая система вертикальный разрез выглядит точно так же потому что две рамы никаких отличий отличие только горизонтальном разрезе потому что здесь получается на одной направляющей одна створка две другие створки на другой направляющей у меня курсор опять был выключен значит вот он этот адаптер который соединяет две створки между собой вот одна створка на направляющей вот вторая створка вот она третья створка третья створка запирается в раму первая створка запирается в раму центральная створка запирается в третью створку сзади в нее в которую установлен вот этот адаптер или тут запираются между собой так принципе думаю понятно четырехстворчатая раздвижка значит четырехстворчатая кстати у меня там на схемах не было четырехстворчатой значит четырехстворчатая она имеет вот такой вид здесь на одной то есть крайние внутренние створки замыкаются о раму на одной направляющей находятся вот эти крайние центральные створки запираются друг друга тут в принципе все понятно центральные заезжают за боковые открывает проем все предельно просто так это трех рельсовые три створки на трех рельсовой раме вот в закрытом положении они выглядят так то есть она одна запирается в раму 2 об нее цепляется третья цепляется об вторую и запирается в другую раму когда открываются то они открываются все друг за дружку заезжают и вот получается две трети проема открываются так это трех рельсовая рама 6 створок вертикальный разрез выглядит вот так он выглядит и для прошлой конструкции также и для этой то есть это три веса по которым ездят створки дальше я покажу разрезы горизонтально вертикально этого для 6 створчатой системы трех рельсовая рама с одной стороны три створки по порядку да на каждой рельсе друг от дружку они цепляются и с другой стороны 3 створки друг от друга цепляются по центру они запираются между собой ну и получается в принципе 3 сюда отъехала 3 туда все просто открылся проем москитная сетка значит москитная сетка крепится к раме к нижней и к верхней она имеет вот вот такой профиль это рамка москитной сетки из такого собирается я уже показывал направляющая выглядит как вот обычный там z-образный профилек она прикручивается с помощью самореза или заклепки к раме к верхней и к нижней и москитка ездит по ней москитка может быть установлена как изнутри так и снаружи снаружи это вот здесь где скос где скос профиля это всегда снаружи то есть она может быть снаружи установлена может быть изнутри установлена в основном всегда ставят снаружи выглядит это вот так то есть есть некая москитная сеточка рамка которая катается туда-сюда на сюда так схема сборки створки здесь мы видим следующее значит этот профиль вертикальный боковой в котором про фрезерованное отверстие под ручку и установка ручка защелка дальше в этом профиле вырубается вот такие вот отверстия под горизонтальный профиль верхний и нижний врубается отверстие сверху вырубается отверстие снизу значит второй профиль вертикальный профиль творки центральный с пальцем с этим сусиком с таким до чтобы они створки запирались между собой в нем тоже вырубается отверстие под горизонтальный профиль берется стекло на стекло одевается резинка по периметру и потом одеваются вот эти профили последовательно и скручиваются между собой то есть боковые профили скручиваются с горизонтальными вот предварительно горизонтальный нижний профиль устанавливаются ролики заводятся сбоку фиксируется винтом шестигранным тут принципе понятно дальше сборка рамы раздвижной раздвижная рама не едет клиенту в собранном виде потому что она хлипенькая на развалится не жесткая конструкция поэтому створки едут собраны со стеклом рама едет отдельно в виде конструктора то есть напименные палочки в комплекте идут всякие саморезики соединительные прокладочки и так далее все здесь на специальном оборудовании на прессах вырублены лишние там чтобы для соединения вырублены полки лишние соответственно достаточно просто определить что верхняя рама это верхняя нижняя со скосом это нижняя скос на улицу все выставили соединили скрутили закрепили раму в проем установили в раму створки на стыках створок устанавливаются такие уплотнители резиновые сверху снизу это я уже говорил чтобы не затекала вода там что меньше задувал туда воздух сквозняки там и так далее значит вот схема сопряжения раздвижной и глухой конструкции системы 640 то есть здесь мы имеем раздвижку снизу раздвижную конструкцию сверху глухарь и вот этот глухарь верхний сделан из профиля который мы смотрели ранее профиль для глухого остекления 640 серии именно для 640 серии потому что есть рама 400 серии да есть 640 здесь именно рама для глухого остекления что 40 серии она имеет глубину 60 миллиметров вот через соединитель соединенного с нижней конструкции раздвижной так пошли дальше это показан узлы разные рассматриваем это узел 1 вот конструкция нарисована слева боковая рама вот боковая рама крепится к стене боковой раме примыкает створка дальше узел 2 верхний мы видим здесь верхняя рама также крепится к проему к ней по ней по направляющим ездят створки ул 3 нижний нижняя рама со скосом крепится к проему по ней ездят створки здесь отлив показан крепится к ней дальше узел 4 место соединения двух раздвижных конструкций это боковая рама раздвижная еще одна рама боковая раздвижной серии с 1 между собой наш образным обычным соединителем 180 градусов дальше узел 4 исполнение 2 это имеется ввиду когда две конструкции справа раздвижная слева глухая соединяется следующим образом рамам раздвижной конструкции рама глухой конструкции соединяется соединителем все понятно узел 5 поворот здесь показано 90 градусный соединитель которому прикручивается саморезами боковые рамы раздвижной серии получается 90 градусное соединение дальше исполнение 2 90 градусного соединения тут показано тоже соединитель просто здесь одна рама с раздвижной конструкции другая рама с глухой конструкции здесь показано вариант если соединить раздвижную раму и глухую конструкцию но не 640 серии а из 400 то есть вот она принципе это это глухая но здесь рама 60 миллиметров глубиной здесь рама 40 миллиметров глубиной теоретически это это имеет право на жизнь можно и так и так сделать но здесь уже необходим соединитель 90 градусный 60 на 40 не 60 на 60 60 на 40 так дальше это исполнение 6 вот этого узла то есть может быть если не 90 градусов угол то применяется эркерное соединение идет рама раздвижной серии к ней прикручивается адаптер адаптер который позволяет перейти из рамы на трубу адаптер здесь здесь тоже рама с адаптером и труба адаптеры к трубе прижимаются и крутятся вокруг трубы выставляется любой угол потом это все фиксируется саморезом и все конструкция стоит здесь показано точно такое соединение просто здесь раздвижная с раздвижной а здесь раздвижная с глухой так это сечение конструкции распашных серия по 400 здесь мы видим обычное поворотное окно у которого по периметру идет рама вот она и створка которая держится на петлях петли крепятся за раму за створку вот в створку установлена стекло прижата штабика резинка с двух сторон на створку становится ручка которая запирается раму ну все принципе предельно просто москитная сетка в конструкциях по 400 она точно такая же как на обычных пвх окнах такой же принцип также собираются из тех же профилей точно также крепится есть верхнее крепление нижнее крепление то есть можно на четырехсотую систему провидал установить обычную москитную сетку стандартный так дальше злосопряжение разберем на конструкции p400 то есть сечение глухой рамы а а это имеется ввиду вот это сечение любые вот это здесь показано что можно выполнить из рамы 400 серии можно выполнить из рамы 640 серии но это может проходили что можно и так и так делать дальше сечение в это вот это импост импост вот так выглядит пост из двух сторон заполнение через штабик все принципе понятно сечение gg это сечение где створка тут импост снизу импоста створка тоже все принципе понятно так сечение е е это вот она нижняя то есть здесь показано что может есть створка которая примыкает к раме и рамы может быть как и 600 роковой серии 60 миллиметров так и 400 серии 40 миллиметров то есть принципе к этим рамам и заполнение устанавливается и створка может примыкать она примыкается тут абсолютно одинаково повороты всевозможные здесь показан поворот 60 на 40 то есть строковая серия 60 серии здесь 40 на 40 глухая рама открывающейся конструкции соединяется по 90 градусов эркер на соединение все по аналогии с тем что мы смотрели на 640 серии то есть это рама на раму адаптер здесь рама на раму адаптер все это соединяется с трубой и верзится на любой угол фиксируется здесь соединение просто обычный соединитель 180 градусов который соединяет 40 серии 640 до 400 и 640 так угловое соединение вот как я уже когда мы проходили фурнитуру мы видели вот такой вот соединитель на таких кнопочка значит он применяется для соединения вот этого профиля это глухой профиль 640 серии для глухого остекления применяется именно вот такой соединитель значит для рамы 40 серии применяется вот такого вида соединителя как вы видите здесь боковых частях профиля пробиваются на прессе определенные отверстия для того для установки вот этого соединителя и для его расклинивания там внутри ключом шестигранном здесь тоже такие отверстия имеются в этом принципе что понять как они соединяются между собой так это соедините для створки в принципе такой же как для рамы аналогичные здесь пробивается тоже отверстие под 45 градусов профиль запиливается и и соединяется здесь фиксируется шестигранником дальше здесь соединитель импостной импост фрезеруется под полку рамы устанавливается этот соединитель одевается сверху импост фиксируется винтом в импосте предварительно отверстие пробивается также на на прессе так дальше идем это соединение импоста с рамой сороковой там было соединение импоста с рамой шестидесятый это соединение импоста с импостом везде применяется одинаковые сухарь импостной так это схема сборки конструкции 400 серии значит мы имеем раму которая соединена по 45 градусов на сухарях мы имеем створку под 45 градусов на сухарях накидываются петли фиксируется на створку на раму створки пробивается отверстие под ручку устанавливается ручка устанавливается комплект для поворотного окна который там имеет приемник для ручки такие элементы нет фурнитурную тягу которая передает движение ручки передает на механизмы фурнитурная тяга она бывает алюминиевая бывает полиамидная и в конце есть запорные элементы которые запираются в раму и створку специальные ответные части то есть вот этот вот элементе входит сюда при движении ручки и она запирается или отпирается в принципе думаю понятно дальше это дверь у двери принцип сборки рамы и створки такой же под 45 градусов просто применены другие соединители потому что здесь профили большего размера здесь петли немножко другие потому что как я уже говорил здесь на профиле створки распашной обычного окна есть фурнитурный паз для всей этой обвязки фурнитурной для установки фурнитурной тяги туда и так далее здесь того паза нет поэтому здесь немножко другая петля по форме на зажимается здесь устанавливается нажимной гарнитур замок но все здесь может быть ручка там офисная скоба там нержавеющая какая-нибудь ну на проиграл нержавейку вряд ли ставят это дешевая система ну и порожек низкий так это повторяется значит соединение дверные рама вот как мы видим тоже соединяется на специальном закладном сухари между собой импост большой дверной тоже соединяется на импостном сухаре он конфигурацию имеет точно такого же как и сухарь импостной маленький для маленького импоста просто он более большего размера соответствующей камере вот этого большого импоста принцип соединения тот же пластной сухарь фиксируется там шестигранником распирается на раме потом одевается импост и фиксируется винтом порожек маленький снизу фиксируется саморезами через раму петли они специальную нет конфигурацию они зажимаются вот в этом в этом пазике да там если мы заметим на профиле есть такие ножки для установки штабика и в эти же ножки между этими ножками устанавливаться петля на там имеется кладную деталь винтики вставляешь винтики подтягиваешь закручиваешь она там все распирается зажимается и петля фиксируется